Субтитры сделал DimaTorzok В Ярославщине, в разрушенной церкви Успение Пресвятой Богородицы и Вознесение Это мой уголочек Вот, ну ладно Так, сейчас все навалено, что никак невозможно разобрать Да, вот любопытно тут Очень любопытно тут Церковь Вот Вот эта церковь была видна На втором этаже есть окошко, через которое виднелась вот такая вот церковь Это 15-летняя моя акварель Сфотографированная Но ее в 30-х годах сломали Для солнышка и для церкви сделано единственное окно на втором этаже Вот, папа как-то раз приходит, и когда еще вся стена была кружевной То вот из-за одного окошка он увидел вечернее солнце И для вечернего солнца и для церкви сделал особый переплет Вот Такая была Никола в плотниках церковь Никола в плотниках Вот там вот арбатский дом Такая штука И лампа у вас особенная Да Где-то тут вот Посмотрите Вот эту вот так вот Хорошо Она движется Можно припомнять, можно опустить Подвижное равновесие Тут склад Склад всего Выходим Вот тут любопытно Вот когда входишь на эту точку То потолка не видно Только чувствуешь это пространство Очень-очень интересное А когда пройдешь сюда Тут акустика очень большая Замечательная петь в этой комнате Объявляются большущие формы И стены обнимают вас Любопытно Тут очень любопытно вот это оконце маленькое Когда еще стена была не заштукатурена И когда стена вся была в дырках Когда еще только выкладка была кирпичная То папа однажды вечером приходит И видит, что через это одно отверстие Падают лучи вечернего солнца Поглядел, а там церковь стоит Удивительный Никола Плотник Мною она нарисована в 15 лет И вот он Несмотря на то, что в проекте не было запроектировано Ну как не пустить солнце в это пространство, в дивное Сделал такую раму особенную Вот, в связи с реставрацией Вот тут беда Окошечко отличается от всех остальных Да, оно единственное Совершенно единственное И с особым назначением Ну, церковь сломали в 30-х годах Выстроили высокий диетический дом Но несмотря на высокий дом Солнце все-таки в определенное время сюда приходит Таким снопом падает на пол Красиво очень Вот беда с реставрацией Вот ковер тут был удивительный Вот он и есть Но реставраторы Тут были Такие Нечаянности крупные Тут была печка Сложена перед этой печкой Очень оригинальная Она состояла из двух кирпичных Таких столбов С расстоянием между собой И соединенный Этот столб соединен был металлическими трубами Как орган какой был И однажды папа вычистил залу И как-то мы ушли И случилось несчастье Но, к счастью, очень такой В конце концов Завершенные Удачи Прогорел пол Под печкой И одна из частей печек Свалилась на ковер И разгорелся бы Обязательно бы пожар Если бы Где-нибудь Было бы Было открыто Пространство для воздуха К счастью, комната была Закрыта Вся плотно И наполнилась Густым-густым дымом И задушила пламя Само задушила Без всяких пожарников Но Когда мы сюда вошли То я Вытаскивая ковер Разорвал Этот ковер Из-под печки Чуть-чуть И вот Эту оторханность Реставраторы взяли И отрезали Вместо того, чтобы починить И он сейчас выглядит Как картина без рамы Этот край был широким таким И обрамлял И он и по масштабу комнаты Был очень соразмерен Ведь пропорции имеют Это одна из Одна из крупных, так сказать, идей Пропорции В рисунке Немножко непонятно Объясняю То есть Имеет большое очень значение Вот И вот Это очень большая досада Очень горькая И как вот Воскресить Величину ковра Увеличить Вот Это Обрамление Я Настолько привык к нему Он роскошный совершенно Тут, когда луна Ночью появляется Тут Развалишься И мечтать Уж очень хорошо На этом ковре Это французский модерн Он толстый Толстый Ворс имеет Мягкий такой Вот Тут Две стены Разделены По, так сказать, авторам Поскольку Поскольку мы Очень любили Друг дружку То и Смотрим Произведением Тут Стенка Папина Папина А это Моя Студенческая Пары И вот Мы так Визави Глядим Друг на дружку Произведениями Вот Такое дело Витраж Очень красивый Вот Он Любопытный Один из студентов Написал Даже Труд О папинах Произведениях Об окнах Как он Рисует Он Очень просто Рисовал Но Оказывается Нужно Внимание Проявить Простота Простота Но Тут Смотрите Внизу Вместо Того Чтобы Низ Должен быть Опорой И Иметь Толщину Наоборот Тоненькие Тоненькие Перемычки И Получается Ощущение Как будто Рама Подвеш Держится Верхом А не Низом Подвешено Вот хотел спросить Про пропорции Как раз Как он находил Эти все отношения Врожденные чувства Красоты Тут приходят Говорят О золотом Сечении О каких-то Соразмерностях Которые Как-то Утверждены Уже Кем-то Научно Папа Просто Имел Внутри Он Изумительно Совершенно Выполнял Свои Проекты Его Отмывки Таких Отмывок Я не знаю Ни у Одного Автора Вот Одна из Ранних Его Отмывок Здесь Тут вообще-то Он и есть Можно даже Что-то И раскрыть Я не знаю Вот Но к сожалению Тут вот То же самое Реставраторы Поработали Тут Была Рамочка Черная На каком-то Расстоянии Проведена И она Была Так же Как вот С ковром Случилось Так И Когда Было 75-летие Реставраторы То есть Сказали Что Мол Теперь Так Немодно И Решительным Образом Как Так сказать Вроде Хозяева Положения Взяли И срезали Вот у нас Вот такие Положения Случаются К сожалению Такое Недопустимо Совершенно Совершать Вот Тут вот Его Замечательные Произведения Там Фрески Из Ростова Ярославского Мамин Еще Еще Доженизьбы Портрет Он Очень Любил Рисовать Много Много Оставил Портретов С Мамой И Все Они Разные И все Они Удивительные Меня Всегда Папины Рисунки Очень Вдохновляли В отношении Силы Крепости Так что Это Когда меня спрашивают А кто же у вас Учитель А так Получалось Что Оказывается Хоть он Меня и не учил Но Он оказался Главным Так сказать Потому что Мне очень нравились Его произведения Вот Вопрос такой Вот О назначении Этой комнаты И о мебели Мебель Папа Приобрел Еще Не зная Будет ли У него Еще Дом Но Так Получилось Что Один Американец Собрал Антикварную Мебель Русскую И Вздумал Обратно Уехать В Америку Некий Роперти И Папа Очень задешево Приобрел Удивительную Совершенно Удивительную Мебель Некоторые Говорят Что Так сказать Ансамбль Должен создаваться Из единого Стиля Папа Это не признавал Он считал Что Качеством Художественным Качеством Все Уживается Несмотря На Даже Разницу Веков Вот Так что У него Было Своё Понятие А Однородство В сущности Даже Ему Навивало Некоторую Ну Что ли Скудость Бедность Какую-то Одинаковость Бедностью Казалось Но он Иногда Что-то Делал Вот Столик Его Первый На котором Козлы На котором Он Делал Самые Первые Свои Проекты Еще Мы Жили На Петровке В Двух Комнатках В Общей Такой Коммунальной Квартире Московской Домик Старый Правда К сожалению Он не Сохранился Сейчас Вот Москва Очень Меняется Москва Очень Любопытна Была Москва Удивительный Совершенно Уникальнейший Город Когда-то Входил В шестерку Уникальнейших Городов Европы Один из Самых Любопытных Городов Но К сожалению На Флорентийской Международной Конференции В 63 Году Ее Вычеркнули Из Уникальных Городов А вот Второй Стол Он Как-то С Работой Наверное Связан Да Да Это чертежный Стол Хороший Да Вначале Эта комната Была Гостиной Тут Была Пианино Тут Устраивались Концерты Тут Даже Когда-то Выступала Нежданова Акомпанировал Голованов И Гумнов Как-то Играл Но Это Пианино Мы Проели Оно Оказалось Съедобным В военную Пору Наша Страна Переживала Много Всяких Несчастий В 20-х годах Страшнейшая Голодовка Была Нас Америка Кормила Малышей Я ходил На Трубную Площадь От Петровских Ворот Там Давали нам Французскую Булку Миску Какао И миску Фасоли Каждый день Вот А тут Любопытное Совершенно Вот положение Объявляется Острое Дверь Спальня С каждым Шагом Расширяется В эту сторону А туда С той Стороны Комнаты Вы совершенно Изолированы И не видите Двери Это очень Интересная Живая Дверь И когда Вы уже Здесь То она Вас Заманивает Туда Это была Спальня Удивительная Спальня Папа Придавал Очень большое Значение Да Любопытно Тут Вестница Очень Красиво Сочетание Тут Каждая Точка Являет Вот Свой Интерес Тут Как-то Был Пьер Эллиот Трюдо Канадский Президент Бывший И даже Заметил Направление Досок Пола Как Они Идут По диагонали Комнаты Третьей Ночи Войны В третью Ночи Войны Бомба Падает По Вахтангову И Наш дом Весь Растекляется Она Была Из Такой Полированной Штукатурки И Пол Тоже Был Такой же Из Штукатурки Вот Порожек В толщину Этого Порожка И Кровати Вырастали Органически Из Пола Вот Она Ее Изображение Которое Побывало На Пятой Тринальской Выставке Это Моя Живопись Мне 18 лет Вот Кровати Видите Какие Вот Там Моя Кровать Это Родительская Кровать Это Сестры Кровать И Три Две Ширмочки Которые Видимость Этих Кровати Разделяла Вот Эта Легенда Спальня Вот Эта Легенда Что Спальня Была Золотая И Так Далее Вот За счет Чего Этот Эффект Создавался Как За счет Этой Особой Штукатурки Да Да Вот Ее Восстановили Но Восстановили Чуть Чуть Помрачнее Она Была Чуть Звончей Капельку Немножко Вот Ну а Кровать И Вот Мороз Из Без Из Того Что Стекол Не было Потрескал Эту Штукатурку Пришлось Это Все Выкинуть И Потом Мама Устроила Свой Уют С мебелью Комната Была Бессовершенна Только Кровать И И Вот Уже Приобрела Вот Такой Вид Какой Вот Вы Сейчас Видите Тут Очень Любопытно С каждого Места Своё Так Сказать Какое-то Положение А Когда Вы Входите Вот В то Пространство То Вот Эти Маленькие Незаметные Совершенные Ширмы Вдруг Вполне Отгораживают Пространство Тут Тут Очень Много Впечатлений В этой Комнате Очень Много Глаза Разбегаются А такой Вопрос Вот со Спальней Был Связан Какой-то Культ Его Сна Или Какая-то Своя Мифология С этим Связана Он Очень Любил Эту Сонаты Лечение Сном Он Считал Ему Довелось В жизни Испытать Очень Интересное Положение Он На Конкурсе Побеждает Своим Проектом Постройку Саркофага Для Тела Ленина И В связи С тем Что наша Страна Была Совершенно Все Производства Были Разрушены То Его Удивительный Совершенно Проект В виде Спящей Царевны Особый Совершенно Саркофаг Нельзя Было Выполнить И Папа Делает Целую Серию Вариантов Более Упрощенных Для Реализации И Все это Было В таком Бешеном Темпе Что даже Работы Были Распределены Не по дням А по часам И Как-то Ему Довелось Не спать Две Или Больше Немножко Ночи Ночи И Должен Он был Прийти На какое-то Заседание Пришел Сел на Табуретку И с собой Не может Совершенно Справиться Он только Слышит В полусознании Кто-то Вдруг Говорит Ну пусть Немножечко Поспит Он потом Начал Соображать И Высчитал Любопытнейшее Положение Когда Говорят Что Вот Восемь часов Сна В сутки Это дело Одно А когда То есть Он Рассчитал Если человек Спит Восемь часов И живет Шестьдесят лет Это значит Треть Жизни Сна Это значит Двадцать лет Сна Когда Услышишь Что ты Проживешь Шестьдесят лет Двадцать лет Спишь Это уже Что-то Невероятное Получается И вот Он Решил Что Сон Должен Быть Организован Самым Наилучшим Образом В жизни Это и Восстановление Сил И вообще Загадка Что Формируется Как формируется В человеке Тут Очень много Можно Разговаривать Об этой Симе И разговаривают Вообще Все И всю Жизнь Об этом Вот Ну а что-то У него Как бы Рождалось Во сне Или как-то Вот это Состояние Сна Дремы Мечты Вот Они как-то Очень Продуктивными Для него Были Либо нет Я не знаю Я не знаю Он всегда Только мне Всегда говорил Что Как раскрываешь Глаза То больше Так сказать Не лежи А вставай Вот Почему Он это Так говорил Не разводиться Лень Так сказать Вот Это Видно Была Его Привычка Вот И мне Это Очень Нравится Вот Такое Пространство Вот видите Какая Мебель Тут Все Вот там Павловский Столик В том Отделе Тут Туалетный Стол Трюмо Тут Тоже Вот Портрет Замечательный Этот Вот Портрет Замечательный А на той Стенке Двухчасовая Акварель Которая Разрешила Ему Так сказать Перейти В архитектурное Отделение Которое Вот 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 Это Это Вот Портрет Сестры Это Папиная Работа А это Мои 16-летние Пастели Сестра И Бабушка Моя Там Автопортрет Какой-то Вот 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 Павловский Столик Дивный Совершенно Красивый И Трюмо Красивое У него Смотреться Очень приятно Здравствуйте Вот Вот Хотелось бы Ту фотографию Вот Снять Мамочка Приехала Из Парижа Она была Очень Интересной И Там Любопытно Получилось В Париже Был устроен Бал Русских Художников Зацепился Русских Художников И Мама На этом Балу Получила Приз Королевы Бала Она Очень Хорошо Танцевала Вот Папин Снимок Он Между Прочем И Снимал Очень Он Умел Найти Расстояние Между Объектом И аппаратом Вот Это Чувство Да Очень Тонко Чувство И Вот Любопытно Старые Вот Фотографии Дедушки И бабушки Когда они Были Молодыми Тоже Раньше Фотографии Делались Как Художественные Произведения Вот Вот Фотография Очень Любопытная Тоже Это Мамины Родители Бабушка Тулячка А дедушка Из Старообрядцев Но он Полюбил Бабушку И Перешел В православие И потерял Приданное Старообрядцы Очень Принципиальный Народ Но характера Своего Старообрядческого Так сказать Который В крови Видно Он был Он был Очень Строг На Поведение И на Мысли А потом Он Вот Каким Стало Там Портрет Его Какой Большой Был И Он не любил Чтобы его Звали Дедушкой И всех Наскрестил Он был Наскрестным Тоже Интересные Чертания А? Вы Старого Обряда Нет Я Православный Да Православный А вот Частичка У меня Значит Какой-то Крови Наверное Существует Но это Очень Малая Часть Четвертушечка Если Не Мушечка Вот Ну что же Теперь Пойдемте Наверх Да В студию Тоже Любопытное Там Пространство Очень Любопытное Ну что же Надо Приподняться Наверх Туда Придемте Вот Пространство Какое 40 окон Тут Виноват Немножко Преувеличил 38 Два Окошка Закрыты Заделаны Вот Жалко Я Сейчас Закрыл Там Вот Дверь На террасу Там терраса Роскошная Вот 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 это Мастерская Она На север Выходит Вот Вызывает Она Всегда Ну правда Сейчас вот Несколько Нарушено Просто Рабочей Обстановкой Тут я Работаю Над холстом Поэтому Вот тут Вот И У меня Фоны Специальные Для Данного Для данной Затеи Сделаны Вот Тут Мои Картины Мои Картины Висят И Расставлены А вот Если можно Два слова Про саму Вот эту Затею С окнами Вот Как он Пришел К этой идее А вот Экономия Экономия Постройки Я не знаю В сущности Тут очень трудно Сказать Ведь вот Предшествующая На втором этаже Большая Комната Она В сущности По физическим Данам Совершенно Аналогична Вот этой Комнате Комнате Но Психологически Воспринимается Совершенно Иначе Вот Богатство Так сказать Впечатлений Он Создает Ни Ни Из чего В сущности И вот Люди Приходят И Поражаются Вот Скудости И Богатству Вместе С тем Это Очень Любопытно Тут Почему Японцам Особенно Нравится Папин Архитектор Вот этой Чистотой Чистотой Он Не отвлекает Человека Вниманием Какой-то Дороговизной Или Каким-то Так сказать Особым Акцентом Ты воспринимаешь Целиком Вот это Чувство Что ты Свободен От Всех Так сказать Ненужных Впечатлений Ты чувствуешь Себя Тут Удивительная Вот эта Консоль Антресоль Вот Она Невысока И вот Но там Когда Туда Залезешь Появляется Ощущение Очень большой Высоты А можно туда Подняться Обязательно Даже Приподнимемся Обязательно И там Между прочим Вот и перил Даже не было С того Бока С тем Чтоб Чувствовать Себя За вот Тем Столиком Который Там Папа Очень любил За этим Столиком Эскизировать Там Чувство Такое Как будто Находишься На горах И мысли Там Работают Как-то Более Высоко Вот Такие детальки Маленькие И видите Какой Столик Две Ножки Там И Прикрепление К этой Стойке Пелье И два слова Об идее Самой Мастерской Этого Ателье Рассеянный Свет Да Рассеянный Свет Тут Нету Концентрации Если Стеклянный Какой-то Предмет Появляется То на нем Сорок Бликов Появляется Игра Такая Невероятная Вот Тут Очень интересно Когда Ляжешь На пол Ракурс Этих Стен Поразительный Вот Все Окна Их Сорок И Тут Ни одного Нет окна Которые Бы В В В Восприятии Впечатления Было бы Одинаковым Все Окна Являются В своем Ракурсе И Ракурс Этот Беспредельно Развивается Или Наоборот Как-то Сокращается По Мизансцены Такие Да А вообще Для него Характерна Попытка Сделать Какой-то Такой Сценарий Или еще Что-то Или это Все Совершенно Непреднамеренно Сделал Я Не знаю Права Но Какие-то Периоды В жизни У него Были Он По-моему Где-то Преподавал В Кинематографическом Каком-то Заведении Преподавал Я имею ввиду С самой Архитектурой Как-то Ее Он Вообще Был Развит Очень 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 Многогранно Курьез Получился С монографией Когда Так сказать Он Чувствовал Что Вот Он Очень Много Сделал И боялся Что Это все Так сказать Люди Он Говорил Что Никогда Он Не взялся За описание Какое бы То ни было Если бы Все его Проекты Были Реально Выполнены Но Поскольку У него Самый Может быть Интересный Крупный Объект Ведь он Только В первые Десять лет Выстраивая Двадцать Не Были Реализованы Он Беспокоился И Начал Писать Очень И Работал Над этой Монографией Так же Как Над Своими Проектами Каждый Новый Его Затея Каждый Новый Объект Он Долго Добиваясь Делал Колоссальное Количество Эскизов Прежде чем Не останавливался На уже Утвержденном Варианте И вот В частности Парижский Павильон Двадцать 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 Пятого Года Начинался С Круглых Линий С Дуги Там Еще Все Такое А завершился С Одними Прямыми Линиями Но Несмотря Даже На Это Решение У него Где-то В какой-то Проекции Боковой Появлялась Дуга Из прямых Линии Образованной Так же Как у Шухова В Шуховской Башне В Москве Любопытно Он из прямых Тоже Сделал Вот Такую Форму С выгибами Из-за Диагональных Стоек Которые Он Ставил Соединяя Круги А вот Как-то Он с Шуховым Был знаком Работал С ним Да Работал Шухов Делал Для папиных Гаражей Перекрытия И папа Высторгался Его Он был Пожилом И когда Ему Предлагали Сесть Шухов Не садился А стоял Стоял Так сказать Вот Тоже Человек Любопытный Очень Он Вот Инженер А Так сказать Был Очень Большим Художником Что-то Взял Он от Шухов Нет Нельзя Сказать Да Это Нет 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 Он просто Высторгался Такой Чистой Чистой Натурой Он Между прочим Когда попал В круг Двенадцати Крупнейших Имен на пятой Тринале В Милане Он Замечал Что Многие Архитектора Так сказать Меняли Своё Так сказать Значение Архитектора На значение Больше Инженера Это ему Не нравилось Он Он Творческой Единицей Считал Франклой Трайта Единственного А всех Остальных Он Как-то Считал Что Они Недопонимают Значение Архитектуры И Действительно Строительство Пошло В сторону Больше Так сказать Каких-то Инженерных Соображений Нежели Архитектурных Он Архитектуру Всё-таки Соединял С человеком С душой С масштабом Человека Что Современная Жизнь Как-то Начала Терять Вот Эту Эту Связь И мы Часто Несмотря на то Что Развитие Это происходит А мы Делаемся Всё Мельче И мельче Как Существа Ему Наверное Это Не нравилось И Если Почувствуешь Эту Идею То Наверное И Тебе Так же Не понравится Вот Так Ну тут Мне приходится Работать Я Тоже Очень Скупо Живу Я Уже Четверть Века Без Года На Пенсию Сохраняю Всё Это Дело Мечтая О Мемориальном Музее Но Чтобы Создать Мемориальный Музей Необходимо Совершенно Рядом Пространство Иметь Для Экспозиции И Хранилища Вот И Вот Этот Вопрос И Является Затруднением Организации Музея Тут И перекрытие Лёхи Нельзя пустить Его Под Толпу И Вообще Нельзя Менять Внутри Обстановку Поскольку Этот Памятник Как-то Имеет Уже Совершенно Сформированные Три Положения Памятник Архитектуры Автор Этого Памятника И Творческая Жизнь И Уют Его Быта Который Существовал Так что Это Уникальнейшее Положение Чтобы Тут Ничего Совершенно Не Менять Ну Я думаю Мы Об этом Еще Поговорим Отдельно Вот Если Можно Показали Лестницу Да Лестницу Вот Тут К сожалению Вот Сейчас Заставлены Мои Картинки Случайно Тут Вчера Были Гости Я Чего-то Показывал Вот Маленькая Маленькая Лестница Вот Экран Немножко Мешает Видеть Ее Так Сыть Как Она Идет Дуденькая Такая Лестница Приподнимемся Да Вот 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 Такая Высота Посмотрите Что тут Теперь Творится Смотрите Какой Обзор Получается А тут Еще Выше Ступенька Вот И вот За этим Столиком Он очень Любил Работать А там Перила Нет Там Вообще Чувствуешь Себя Свободно Пройдите Туда Вот Видите Тут Вот Можно буквально Так Пролететь Если были бы Крылышки Пролететь Такой круг Замечательный Некоторые Из посетителей Даже сюда Ножки спустят И блаженствуют Сидят В таком Окружении Ну вот Беда Тут Вот Рядом На улице Котлованы Хотят Выстроить Тут Высокие Дома И тогда Закроют Пространство Около Этого Дома Почему-то Не считаются С Значением Этого Дома Что он Прославился Совершенно На весь мир И является Объектом Так сказать Всего Мира Вот Террасу Террасу Покажем Да Вот такой вопрос Вот это само место Оно рассматривалось В мастерской Как какое-то Особенно Или Как-то Он любил Отсюда Рассматривать Может быть Свои работы Вот что-то Такое Было Да Конечно Это Естественно Совершенно Да Да Естественно Очень хорошо Смотреть С большого Расстояния Сверху Отмывку Произведение Между прочим Произведение Вообще Хорошо Смотреть С расстояния А не Вблизи Рассматривать Даже вот Поэты говорили Что Большое Видится На расстоянии И большой Рисунок Между прочим То же самое Если с расстояния Он смотрится Это значит Большой рисунок А есть Такие рисунки Которые Очень Выделаны Они Так сказать Больше Мастерские Чем Нежели Художественные То Вот Их Рассматривать Только так А если Они Вообще Ничто Не смотрятся Разные Свойства У рисунка У большого Рисунка Ну Пойдемте Сюда Вот К сожалению Раньше Тут Было Можно Видеть Москву И за Последним Домом Криворбатского Переулка Даже Виднелся Иван Великий Петрог Малый Ну Вот Выстроили Сейчас Новый Русский Дом Большой И закрыли Всякую Перспективу И вот Эти Три Окна Смотрят Довольно Неприятно На террасу Такая Широкая Широкая Большая Терраса Роскошная Летом Мы тут Чай пили Когда Утро Там Сходило Солнце Это Юг Там Закат Вот А как-то С улицей Связано Это Все Вот С идеей Улицы С идеей Выходок На улицу Взглядом Туда Последним Ну Без Сомнений Вот Видите Смотрите Раскрыто Вот тут Сам Пантус Да Или как Нет Вот он Парапет Парапет Да Парапет Сейчас Тут снег Так что Не пройдешь Тут Прекрасный Был сад Деревья Шестидесятилетние Выросли Но Когда Ставились Леса То Под плиты Этих Лесов Поставили Положили песок Соленый И загубили Шестидесятилетний Прекрасный сад Сейчас все Голо Это когда-то Вот напротив Школа Была Женская Гимназия Хвостовой А когда Мы сюда Приехали Это была Семилетка Я тут Заканчивал Седьмой Класс Мне было Тринадцать Четырнадцать Лет Вот Прохладно Тут Пойдемте Туда Вот Сейчас я Закрою дверь Так Нет Нет Все в порядке Сигнализация Да Сигнализация Ага Я сейчас Делаю Все Да Молодец Спасибо Вот Вот Спасибо 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 Спасибо